В Люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За отчетный период в Люберецкую полицию поступило 2200 обращений. Возбуждено 25 уголовных дел, 19 раскрыты по горячим следам. Произошло 271 ДТП и 4 пожара. Есть пострадавшие. 7 октября в 15 часов 26 минут загорание частного дома по адресу Малаховка, улица Некрасова, дом 86. В результате пожара обгорели личные вещи и предметы мебели на общей площади 30 квадратных метров. Также обгорели стены перекрытия мансарда на общей площади 80 квадратных метров. К сожалению, на этом пожаре погибло двое детей. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз и причины пожара пока будут устанавливаться. 4 октября в округе стартовал отопительный сезон. В первую очередь отопление включили в социальных объектах. В жилые дома тепло придет до конца недели. Подрядчики начали готовиться к зимнему содержанию дорог. В настоящее время ведутся работы по переоборудованию техники для работы в зимний период. Это КДМ, трактора с навесным оборудованием, погрузчики. Всего 102 единицы спецтехники. Ведется поставка противоголовных материалов. Всего на зимний период необходимо порядка 23 тысяч тонн из расчета 80 циклов на протяженность уличной дорожной сети, которая составляет 407 километров. Более 40% противогололедных средств уже поставлено. Весь материал приобретут до 15 ноября. Готовят к зиме и спортивные объекты. Во дворах будут заливать катки. Главной площадкой катания на коньках станет роллер-дром в Наташинском парке. В начале 2025 года для жителей округа откроют после реконструкции обновленный стадион «Торпеда». Это будет полноценная трибуна с навесом на более чем полторы тысячи мест. Это всесезонное поле, оно будет с подогревом. Будет 8 беговых дорожек, универсальная спортивная площадка для игр в волейбол и баскетбол, площадка ДТО и зона воркаута. Полноценное трибунное пространство. Оно будет порядка 2100 квадратных метров. Ранее было 700 квадратных метров. Там будут рассвещены раздевалки, атлетический зал, зал единоборств и административные здания. На совещании обсудили вопросы содержания дворов, ямочный ремонт, удаление пней и вывоз мусора. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Дени Зоугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.